Всем привет и добро пожаловать на канал Плэдхом. Сегодня я хочу познакомить вас с игрой, которая называется Infection Free Zone. Здесь мы возглавляем группу выживших в одном из городов, которые мы с вами можем создать и выбрать с помощью функций и базы OpenStripMap. Нам надо будет лишь загрузить карту своего города и можно там играть. Что касается самой игры, мы выбираем город, базу, а потом надо будет отстраивать и отремонтировать окружающие здания, чтобы создать автономное поселение, не забывая о потребностях наших людей. Ну а по ночам, конечно же, придется защищаться от зараженных. Желаю всем и каждому приятного просмотра. Хаос, паника и война за выживанием. Отчаявшиеся люди были так же опасны, как и сам вирус. Даже наши близкие могли стать угрозой. Инфекция быстро распространилась по всему земному шару. Каждый регион, каждая страна, каждый город. Были приняты решительные меры, чтобы избавиться от зараженных. Но они все потерпели неудачу. Пасследний шанс для тех, кто не заразился, должен был прятаться в подземных убежищах. Те, которые мы импровизировали в гаражах и подвалах. Загружая туда систему фильтрации воздуха, питания и воды. Это были места, где мы выживали, но были изолированы. Мы так долго ждали любого сигнала. Хоть какую-нибудь информацию о том, что лекарство было найдено, или ситуация стабилизировалась. Вместо этого мы слышали, как мир затихает. Наши ресурсы истощались. Система уже не обеспечения отказывали. И как раз в тот момент, когда мы потеряли всякую надежду, мы получили сигнал. Всем выжившим, инфекция идет на спад. Ищите других и восстанавливайте. Это был тот самый импульс, который мы нуждались. Ведь там были и другие. Мы можем вернуться на поверхность. Нам больше не надо прятаться. Из руль старого мира мы построим наш новый дом. Оператор, это командир первого отделения. Мы выбрались на оружие. Район выглядит заброшенным. Нам придется прочитать ближайшие здания в поиске каких-нибудь полезных ресурсов. Хорошо. Найдите что-нибудь поесть и как можно быстрее. Значит, что у нас с вами есть? Давайте я немножечко игру сразу же успокую по скорости, а то время очень быстро летит. Значит, у нас наверху есть несколько индикаторов. Первый это наш отряд, сквадс. Здесь мы можем его создавать. Здесь как раз-таки указано количество людей, у кого какое есть оружие, насколько оно вообще мощное, также количество патронов, насколько, то есть, оружие заряжено. Общее количество этих патронов на отряд у нас указано в левом нижнем углу под столбцом. Ну, а те ресурсы, которые они добывают, у нас как раз-таки указаны под портретами. Также их индикатор у нас отображается над зданием. Ну, либо вот в белой такой рамочке. Дальше у нас есть указка, отвечающая за наших вообще выживших. Здесь сколько у нас безработных, сколько у нас находится в отрядах, сколько строителей, сборщиков, фермеров, ну и так далее. Последующие у нас окна пока что закрыты. Далее в центре у нас идет информация о времени, а в правом верхнем углу у нас идет информация по всем ресурсам, которые находятся на базе. Все остальное, соответственно, мы с вами уже будем добывать и открывать. Дальше, что касается стройки. У нас есть отдельный такой вот значок в левом нижнем углу. Здесь разбито по группам, то, что отвечает за базовые постройки, например, склад либо укрытие. Дальше, естественно, места, где мы можем готовить, например, кухня, фермы. Есть производство оружия, топливо, ну, потому что здесь есть техника. В общем, в принципе, здесь все, как вы видите по значкам, у нас отображено. Дальше у нас есть еще отдельный такой вот квадратик, отвечающий за сборку. Сборка у нас здесь разделена, то есть добыча ресурсов. Отдельно добывается железо, отдельно добываются кирпичи и всякие разнообразные блоки и дерево. Что касается железа, значит, железо у нас добывается с каких-нибудь старых раздолбанных автомобилей, либо, например, с дорожных столбов. Дальше у нас сборка кирпичей, это разрушенные постройки. И сборка дерева, это у нас, ну, обычная древесина, то есть те же самые деревья, которые растут в городе. В центре эта информация будет отображать все наши диалоги нашего оператора, нашего главного, главнокомандующего, да, с отрядами, ну, либо с теми выжившими, которые будут находиться на карте. Дальше есть вкладка экспедиции, ну и наш компас. Что касается карты, пока OpenStreetMap у меня не работает, потому что это у нас еще альфа-версия, это уже будет готово все к релизу. У нас доступна сейчас вот такая вот карта, достаточно большая. И самая фишка в том, что каждое здание, абсолютно каждое здание, здесь можно залутать. Каждое здание нам может принести какие-то интересные ресурсы. В каждом здании нас может ждать опасность, могут находиться зомби, могут прятаться зомби и так далее. Также, что касается вообще ночных вылазок и зомбаков, здесь очень важный момент, то, что надо контролировать всю эту карту, то есть, предположим, то, что находится так называемый туманью войны, да, то есть вот в такой серой зоне. Мы там ничего не видим. Если зомби, если какие-то толпы или орды перемещаются, то, соответственно, мы не знаем, где они могут находиться. И если мы отправляем туда отряд, то этому отряду может кирдик настать. Так что это надо действительно очень все следить, смотреть и отправлять, ну, как минимум, правильно рассчитывая все вот эти действия. Что касается, значит, наших с вами задач. Давайте сразу включать игру на первую скорость. Нам надо сейчас будет посмотреть по управлению, по обучению. У нас есть индикатор, как раз-таки показывает о том, что какие дома мы с вами залутали. Это знак вопроса, да, все, что будут залутаны, уже будут без вот этих индикаторов. Сейчас мы отправляем наш первый отряд, выбираем вот этот сквад. И, наверное, эти, как мы сделаем, я добавлю плюс еще один отряд. У нас есть плюс два ствола, то есть два пистолета еще на базе находятся. Все остальное надо будет уже изготавливать и добывать. Первых, ребят, мы отправляем вот сюда. Второй отряд давайте отправим в соседнее здание. Они как раз-таки вот здесь у нас выдвигаются. А, не, стоп, извините, нет, я выбрал. Вот так вот. Да, вы двигаетесь сюда. Как только здание будет уже изучено, как только мы с вами сможем здесь со всем этим разобраться и посмотреть, что тут, например, внутри больше ничего не находится, мы можем поставить на стройку или на изготовление какое-то конкретное здание. Например, давайте здесь вот мы с вами поставим... Ну, давайте здесь, наверное, сделаем кухню. Для этого требуется одно бревно и несколько железа. Вот здесь у нас будет находиться, да? И в передачу давайте поставим дополнительно еще один склад, который у нас будет находиться с противоположной стороны. Видите, как раз-таки начали ресурсы, ребята, перетаскивать. Кстати, что касается ресурсов, предлагаю сразу же выделить какую-то такую вот зону по добыче железа. Железо очень важно здесь, наверное, как никакие другие ресурсы. Дальше поставим на сбор всяких блоков и кирпичей. В общем, уничтоженные постройки у нас находятся вот в этих зонах. И в передачу поставим сбор древесины. Например, вот эту всю часть мы с вами также выделяем. Так, это мы с вами установили. Что касается людей. У нас находится 13 человек в стройке и 19 в добыче. Окей, все, нас это все устраивает. Как раз, видите, некоторые пошли ломать там столбы, фонарные столбы, просто столбы. В общем, автомобили или какие-то вывески, все, что касается вот таких вот ресурсов, все будет добываться и разбираться. Ну, по поводу информации и то, что они нашли в этом доме. Значит, у нас здесь есть коробки с едой. Давайте, наверное, сразу их занесем на базу. А у вас, ребятки... А, у вас тоже было-то найдено, да? Ну, отлично. Тогда возвращайтесь. Ну, и пока еще не совсем поздно. Ну, либо поздно уже, да. Мы вернули их. Сэр, ящики у нас находятся уже на базе, но поблизости в домах могут быть еще находиться ресурсы. Предлагают нам осмотреться. Готово. Ни сток будут в handy. Ну, да, давайте этим займемся. Чеф, я буду говорить от лица всех жителей. Предлагаю вам заняться строительством какого-то укрытия, чтобы можно было уже выйти из дома. Да, это хорошая идея. Нам предлагают сейчас заняться строительством укрытия. Ну, вот у нас укрытие будет находиться где? А мы его давайте поставим, допустим, где-нибудь вот здесь, недалеко от нашего как раз-ки главного здания. Рабочие у нас есть, 5 человек на стройке, все добывают, все занимаются делами. Ну, а что касается нашего отряда, первый выделяем, отправляем, допустим, сюда, второй отправляем в соседнее здание. Наша задача как можно больше и лучше добыть разных ресурсов. Можно даже мерзочку скорость эту нам приподнять, преувеличить, чтобы особо тут как бы не задерживаться. Сюда у нас отправляется древесина, надо будет еще принести немножко железа. Там пару единиц у нас как раз-таки тут есть. Что, здесь пустое здание? Да, здесь пустое. Отправляемся в соседнее, вас отправляем дальше. Здесь у нас еще есть шоп, я вам вижу магазин какой-то находится, и там у нас картинка зерна. Возможно, что-то найдем полезное, я думаю, даже отправим сразу же вот из этого здания наших ребят вот сюда. Пускай затарятся, да, как говорится, по полной программе. Ну, надеюсь, там что-то есть. Что у нас? О, здесь патроны нашли, это хорошо. Так, стоп. Кто у нас туда отправляется? Туда отправляешься ты. А у вас что-то было найдено? К сожалению, нет. Диггаем дальше. Укрытие у нас построено. Шеф, если мы хотим что-то построить еще, нам потребуется больше ресурсов. Отправьте рабочие для того, чтобы они добыли древесину, ну и мы могли бы какие-нибудь построить чистаковые. Да, хорошо, давайте найдем себе добычу дерева. Ну, у нас так и так уже стоит задача на рубку древесины, поэтому просто подождем, когда у нас это все дело будет добыто. Хотя единственное, что, быть может... Нет, пускай они все подряд собирают, да. Пускай все подряд. Что у нас с едой? Здесь что-то есть? Здесь чисто. Это плохо. Ой, кстати, еще один какое-то, смотрите, здание со значком еды. Проверим. Может, что-то полезное найдется. А в этом магазине тоже пусто. Плохо. Хотя, казалось, да, именно магазин. Должны какие-то, наверное, оставаться припасы, запасы, все что угодно. Но, увы, ях, не получилось. Давайте ускорим процесс поиска этого здания. О, найдены. Погнем, домой. Домой, домой, домой. Все, домой. Это хорошо. Шеф, там везен дым из трубы какого-то дома. Возможно, там есть выжившие. Надо пойти проверить. Да, давайте это сделаем. У нас где, получается, дым идет? Не вижу его сейчас. Перед тем, как мы отправим туда на исследование территории людей, и нам надо создать еще один отряд. Хотя, мы не можем быть уверены, что кто-то есть. Да, давайте это сделаем. Создать еще один отряд. А, мы знаете, как можем сделать? Сейчас. Сэр, невооруженным гражданским лицам опасно работать после того, как наступает темнота. Им надо вернуться домой. Хорошо. Сэр, солнце садится. Мы не знаем, что произойдет ночью. Ну, я-то знаю. Поэтому, в идеале, конечно же, это вернуть всех наших рабочих обратно домой. Ну, конечно, если что, мы можем продолжить работу ночью. Правда, это повлияет на их здоровье и жизнь, потому что они могут столкнуться с зомбаками. Ну, да, тут, конечно, пока у нас идет такое некое обучение, поэтому делаем отзывание абсолютно всех и вся обратно в наше главное здание. Они как раз-таки идут именно вот в эту постройку, и именно отсюда у нас будет происходить оборона. Что касается зомбаков, ну, пока, к сожалению, или к счастью, наоборот, да, действительно, к счастью, я никого не вижу из зомби. То есть, никого здесь у нас рядышком нет. О, здесь, походу, у нас медикаменты надо проверить. По поводу отряда, один мы удалим и создадим сейчас новый, как раз, чтобы можно было выполнить это задание. Готово. Ну, а что касается дыма... А, вот здесь у нас логотип зомбаков. А где дым-то у нас? А что-то я его и не вижу. А, вот здесь у нас находится. Угу. То есть, надо будет проверить это здание. Обязательно это сделаем, но только уже с утра, как говорится, пораньше. Здесь у нас почти что доделали 89% укрытия у нас. Надо будет еще строить. Древесину, ну, будем так же собирать, как и весь остальной хлам. Сейчас, я так понял, у нас после 20... А, точнее, 19.35, да, садится солнце, солнце происходит. Соответственно, вот до этого времени, когда у нас на часах, надо успевать всех возвращать домой. И надо все, чтобы уже находились именно где-то поблизости. Потому что, как только будут подходить зомбаки, у нас начнется перестрелка, начнется даже не перестрелка, начнется отстрел зомби, как только они будут подходить ближе. Но, чтобы как раз-таки расширить зону контроля и этого самого отстрела, мы можем вставить вот такие вышки около домов. И они будут увеличивать территорию, по которой могут работать наши бойцы. Единственное, только, опять же таки, могут работать бойцы только те, у которых есть огнестрелы, у тех, у кого заряженные отряды. Если патронов нет, то переходит в рукопашку. Но, опять же таки, рукопашка достаточно такая сама в себе тема. Ну, сомнительная. Если там 1, 2, 3, 4 зомбака находятся в отряде, это еще ок. Когда их будет находиться здесь там полсотни, предположим. Или наоборот, даже несколько сотен. Сами понимаете, 4 бойца из отряда ничего сделать не могут. Что касается увеличения отряда, лично я еще пока не понял, как это делается, потому что не очень много поиграл за кадром. Ну, и все отряды у нас пока идут с... точнее, в количестве 4-х человек. Здесь у нас небольшая группа. 5-6 зараженных, видите, отряд пополняет. То есть они кого-то там жрут, походу, да, и набирают мощь своего количества. Ну, либо к ним вот кто-то сейчас, наверное, присоединится. Хотя, это тоже не факт. Ну, эти, походу, товарищи не хотят к нам идти поближе к дому. Ну, так что... так что просто уставлю на ускорение наше время и будем ждать. По поводу зомбаков, они бродят только по ночам, свободно по улицам. Как только наступает день, они прячутся в зданиях. И вот как раз-таки возвращаясь к разговору о том, что надо знать, надо следить за ними. И если что, чтобы туда как раз-таки в это здание не отправить безоружных ребят, либо не отправить тех, где будет число зомби больше, чем которые мы можем отконтролировать или перестрелять с помощью нашего отряда. Вот это действительно надо все следить. Получается, у нас где-то вот здесь, да, была группа. И один ушел отряд вот сюда. А это у нас школа. А, нет, стоп, это не школа. Это у нас маркет. Это у нас большой торговый центр. Возможно, там у нас есть что-то полезное. Ну, торговый центр, поэтому и называется торговый центр, да. Там много разного хлама. Будет неплохо это все залутать. Но будет так же в идеале сделать после того, как мы возьмем под контроль большую карту. И тогда как раз-таки, когда мы откроем ее, сможем уже видеть, есть ли тут это или нет. Если группа все-таки там объединится зомбаков с кем-то другим, это для нас будет, ну, плачевно как минимум. Ладно, да, я там слышу, у нас уже Петя Петух прокукарекал. Все выбегают на работу. Мы берем наши отряды и отправляем быстренько искать и смотреть все вот эти территории. Также по стройке сейчас добудут древесину, хотя у нас она и так есть. Но строители сейчас займутся отдельно возведением построек. Кто-то доделает вот этот дом у нас, да, 94%, но он строит уже, да, 8 человек там. Эта ночь была легкая, но зараженные все равно к нам придут. В общем, мы должны заняться обороной до наступления следующей ночи. Да, давайте сделаем деревянную башню. У нас она идет вот здесь, да? Ну, как раз-таки та самая вышка, про которую я вам и говорил. Но предлагаю, наверное, поставить для увеличения контроля и вообще видимости всей этой зоны, предположим, куда-нибудь вот сюда. Хотя здесь видите дома, поэтому прострелы, может быть, не самые удобные, но с другой стороны здесь все-таки идут, опять же, к слевой стороне поля. Как вариант, именно если будут замечены зомбаки с той стороны, мы их сможем неплохо прострелить. Давайте здесь ее поставим, а потом еще одну дополнительную установим уже с другой стороны. Ну и самое важное, конечно же, не забываем, не надо тратить время, сразу отправляем наши отряды, наши группы. Кстати, здесь еще некие проблемы с анимацией. Некоторые бегают нормально, а некоторые вот... У некоторых ноги залипают, но так как это у нас еще, как видите, при альфа-версия, чтобы посмотреть вообще, что из себя игра представляет, этого, конечно же, более чем достаточно. Хотя я люблю такие игрушки, и если вы поддержите лайкосовыми комментариями, то можно будет позалипать, либо сделать какое-то небольшое прохождение по этой игре, либо, может быть, даже стрим, ну, посмотрим. Вместе там выживаем. О, была найдена еда, шикарная. Смотрите, да, вот здесь они сидят. Этих ребят у нас уже заметили. А давай пойдем проверим магазин. А, стоп, магазин, у тебя фулка, у вас уже на максимум всего. Значит, предлагаю также еще дополнительно поставить это кухаус. Здесь у нас будет производство пищи происходить. У нас пищи мало, но они едят обычно такие вот запасы, которые у нас находятся первые в строке продуктов. Но если мы будем готовить пищу, то там будет идти зерно, там будет идти дрова, то есть какая-то такая некая смесь, и будут производиться пайки. И, честно, что-то похожее я видел во Фростпанке. Там примерно так же можно было деревянную щепу добавлять, для того, чтобы было еды больше, ну, соответственно, насыщение. Но качество будет падать. Ну, то есть такие вот какие-то отголоски по производству продуктов почему-то сразу вспоминаются именно из Фростпанка. Так, значит, где наши ребятки? Первые вернулись, вторые у нас тоже были на максимум. Первые отправляем вот сюда, а остальных будем уже выщелкивать в соседние постройки. Ну, а другие наши ребятки начинают заниматься уже возведением вышек. Естественно, для вышек нам потребуются группы, то есть надо будет туда кого-то отправлять, но для того, чтобы нам туда отправить полноценную группу, нам нужно найти либо создать оружие. К сожалению, пока мы этого делать не можем, у нас это все дело закрыто. Либо по заданиям, либо надо будет уже по технологиям идти. Что, пусто здесь? Ясно. Ну, как вы видите, да, лут здесь не в каждом доме у нас находится. Но ближайшее здание, ближайшие постройки, конечно, неплохо было бы залутать. Но вот этот торговый центр меня прямо манит. Меня прямо очень сильно манит. Я даже боюсь представить, что мы там можем найти. Надо проверить. Надо будет обязательно это все дело нам проверить. Опа, что я вижу? Что я увидел? Я увидел здание, смотрите, с оружием. Возможно, там у нас есть либо винтовки, либо есть какие-то пистолеты. В общем, любой огнестрел, который находится в игре, было бы неплохо его нам с вами забрать. И если еще хотя бы будет плюс две пушки, как раз и два слота для того, чтобы перенести инструменты и оружие, да, то у нас будет плюс один полноценный отряд. Чем больше отряд, тем больше мы можем сдержать уже нападение зомбаков. А зомбаки будут ходить и нападать не только на все дома, которые у нас находятся в радиусе, в округе. У них, конечно же, рано или поздно мозг заклинит, они захотят напасть на наше главное здание и, соответственно, будут его уничтожать. У него есть, кстати, не только у него, а у каждого дома есть определенное количество здоровья. Поэтому, ну, то есть, не здоровье даже, да, это вот, ну, крепости, плотности самого здания, самой постройки. О, один был пистолет найден. Ну, шикарно. Давай хотя бы его возвращаем на нашу главную базу. А по дороге можно будет и здесь проверить. С этим мы разобрались. Следующий дом пойдем проверять нашим отрядом. Сейчас 15.27. Как раз таки успеваем. Заодно сейчас посмотрим, что тут поблизости у нас есть. А вы, ребятки, а вы, ну, вы пока тоже лутаете. Что касается нашего главного здания, здесь можно не только поверх усмотреть, но еще и вот здесь в отдельной вкладке. Здесь у нас идут и инструменты, и все общие ресурсы, которые находятся у нас на нашей территории. Что у вас там по патронам пока пусто, да? Слушай, медикаменты успеем проверить? Вот будет здорово. Будет реально очень-очень круто. Вышка у нас почти что достроена 98%, ну, а дальше уже пойдут заниматься сбором всего и вся. Угу. Ну, давай тогда еще один дом попробуем захватить. Посмотрим, что там есть полезного для нас. Давайте, бегом. Ну, точнее, в вашем варианте скользком. Да, они же все скользят у нас. Ага, ничего. Успеешь? Ну, здесь, если даже зомбаки появятся, то все это находится на такой достаточно адекватной территории от нашей базы, поэтому успеем вернуться. Давай, ты сюда идешь. А вы представляете, сколько нам тут лутать? Я прямо охренел, если честно. Вот как открываешь карту, это же просто жесть. Сколько знаков вопросов, сколько домов. Вон, здесь есть и центры по ремонту техники, и какие-то церковь есть, и заправочные станции, и автомастерские. Ну, лично я машину не видел. В общем, в случае в трейлере, в стиме. Там прямо видно, как гоняют броневики, всякие грузовики. То есть, здесь очень много всего такого можно будет, походу, добывать. Ну, наверное, вряд ли, да, именно создавать, а вот именно добывать самое то. То есть, нашли какую-то тачку, отремонтировали ее, и можешь использовать уже для того, чтобы... О, сирена пошла. Для того, чтобы как-то на ней передвигаться или перевозить ресурсы. Ну, опять же, когда карманы у наших ребят, или рюкзаки, они не такие уж и большие. Что по поводу зомбаков у нас? Так, зомбаков у нас... У нас зомбаков пока поблизости особо-то и нема, но я предлагаю все-таки сейчас быстренько забубедить еще один отряд. У нас, получается, один бой с ближнего боя и трое с пистолетами. Сэр, уже стемнело, и мы видим, как некоторые зомбаки покидают свое убежище. Хорошо, давайте займемся обороной нашей зоны, нашей территории. Смотрим, что здесь за группа. Пять зомбаков. Ну, здесь пусто, здесь пока пусто. Ждем, хотя единственное, знаете... А, нет, стоп. Они к нам идут. Нет, отбой, отбой, отбой. Несмотря какая большая толпа идет. Здесь очень большая группа. 16 зомби идет. Здесь, правда, очень много домов. Надеюсь, все-таки коэффициент попадания будет достаточно велик. Ну, или пускай они ждут, когда они уже выйдут на прямую зону для стрела от поражения. Вот, пошел, пошел. 13, 12, 9. Давай, 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 давай. Патроны, видите, здесь отщелкиваются как быстро у всех. Они, естественно, будут пополнять с общих складов, с общих запасов. Плохо анимации проработало. Обычно они падают, там, начинают крутоточить. Ну, вот здесь как-то раз на раз не приходится. Ну, опять же, это для того, чтобы просто ознакомиться с игрой. Посмотреть, что она себя представляет. Уже вот эти остальные такие баг-придирки мы оставим на потом. Потому что уползают. Ну, правильно, уползайте свои норы. А это как раз-ка возьму один отряд и вот сюда отпрачу. Чтобы не тратить время, правильно? Один и второй. Ну, если что, шестерых, то уж по-любому мы сможем пристрелить. Слегка ускоряем этот процесс. Давайте. Нет, позалипать это 100% можно. Это вот, знаете, и как раз-таки из серии 1.1.2 оператора. Вот эта игра, в принципе, я тех же самых разработчиков. Просто пошли чуть дальше. Придумали вот в таком формате делать игру. Так, у вас здесь пусто. Потом какие-то большие группы гуляют, да? Один, наверное, я отправлю пока на разведку. Хотя было бы в идеале, даже знаете, как сделать? Отправить на разведку тех, у кого меньше оружия. А вот вы идите охраняйте главное здание. Нельзя, чтобы мы его профукали и потеряли. Дальше. Значит, у нас утром надо будет доделать это... Ну, нашу кухню, да? И как раз-таки уже... Опа-опа-опачки. Нет, отбой, 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 отбой. Это плохо. Мы можем троих потерять. Вон, как раз-таки они нормально бегут. Сколько здесь человек? 17. 17 зомбаков несется. Да, уж это жестко. Я хотел бы еще выделить добычу железа вот здесь. Потому что в других местах, походу, у нас нет. Неплохо. Слушай, неплохо они их отщелкивают. Молодцы, прям молодцы. Нам надо найти, где могут быть патроны. Хоть как-нибудь, хоть где-нибудь мы должны будем их найти. Здесь, походу, есть оружие, но это достаточно далеко идти. Возможно, как раз кисть-130 один отряд и можно будет отправить в ту сторону. А почему бы и нет, да? А пойдем проверим. Вот до этого здания хотя бы. И заодно можно будет и дым проверить. Тут же еще есть магазин. Мне оружейка очень нужна. Мне действительно очень нужна оружейка. И правда, количество патронов, которые находятся на базе, будет очень быстро тратить. Смотрите, кто-то фонарик включил. Прикольно. Но зато быстрее будут отбивать нападение. Потому что пускай лучше стреляют все, да, нежели там будет стрелять двое. И пока они попадут по этой сотне, которая будет нам подходить, это пройдет очень-очень много времени. А здесь что у нас, электричество какое-то? Нет, давай лучше электричество проверим. Эти сейчас... Они скроются в маркете. Это 100%. Здесь к бабке не ходи. Сейчас настанет рассвет. А, нет, слушай, они спят в этом доме. Этих мы заметили. Ну, тем более, мы все равно пока прочесываем исключительно нижнюю часть карты. Значит, нам это все более чем подходит. Первый отправляется. Второй у нас отправляется дальше проверять вот эту сторону. Что у тебя? Немножко пошло заражение здесь, да, у ребят? Ускоряем процесс. Пусто. Пойдем проверим это здание. Тут у нас какой-то магазин, походу, находится. А здесь что? Здесь пока еще ничего. Не дошли. О, патроны есть. Но этого мало. Так, в эти здания мы не пойдем, это 100%. А эти я не успел проверить. Ладно, тогда мы идем в торговый центр. Мы идем... Нет, сначала начнем с малого центра, а потом как раз когда идем в большой. Здесь у нас есть еда. У тебя что? Пусто. Плохо. Пойдем проверять магазин с оружием. Ускоряем немножко процесс. Все остальные дальше у нас занимаются добычей, строительством. Ну, там кто чем. Нам главное... Главное сейчас получить припасы. Да, отлично, здесь никого нет. У вас как дела? Один ствол был найден. Ну, тоже неплохо. Пойдем проверим Алкомаркет. Может, там что-то полезное будет. А где наш еще один отряд? Еду нашли, да? Проверяем следующий. Большой торговый центр. Видите, большое крыло здания. Поэтому проверяется линия проверки очень, очень, по сравнению ко всем остальным, долго заполняется. Что нашли? Удивили. Блин, нифига не нашли. Слушай, удивил. Реально удивил. А у вас что? Пока это уже пусто. Какая-то небольшая школа. Здесь какие-то знания. Может быть, мы можем получить как раз для открытия новых объектов, новых построек. А где наши другие ребята? Здесь только одна еда была, да? Пойдем проверять то здание. Главное не зайти случайно в этот дом, иначе это будет финиш. Что нашли? Пока ничего. Ладно, тогда возвращаемся вот сюда. Хотя, стоп. Если мы сейчас сюда придем, и там будут выжившие, они захотят к нам присоединиться. А нам сейчас лишние рты. Я не против абсолютно, да? Помочь это надо сделать. Конечно же, 100%. Но раз игра нас не тянет сюда, то мы как раз-таки оттянем этот момент. И по повышению, вернемся к тому моменту, когда уже будем сами полностью готовы. Здесь пусто. Пошли следующий дом проверять. Здесь... О, патроны, еда. Шикарно. Мы на максимум здесь залутались. Что касается тебя. Давай проверим последний дом. И может быть... Хотя нет, мы не может быть. Мы не успеем проверить большой торговый центр, потому что... Потому что сейчас уже 14 часов. Есть вероятность того, что они просто выскочат и дерут нам жопу. А нам этого не очень-то хотели, да? Пойдем дальше проверить соседнее здание. Пусто. Здесь что? 15 часов. Ну, это на последнее здание вот это. Мы проверяем и уходим. Ничего нет. Ужасно. Возвращаемся. Всех уводим домой. Также включаем ускорение. Побыстрее время пролетело. И прямо к 19.45 мы успеваем домой. Слышите? Просто круто. Просто реально очень-очень круто. А что нам тут не хватает? Дерево. А, у нас дерево закончилось, да? Так. У нас коллекторы. А где у нас коллекторы? А у нас коллекторы сборщика отсутствуют. Бездельники у нас есть, а вот сборщиков нет. Давайте-ка мы сейчас уберем строителей. Сделаем пять. Все остальные идут на сборку. Исключительно сбор и добычу ресурсов. Подождите. Получается, что они всю эту... Точнее, весь этот день стояли, никто ничего не делал. Вот дела. Офигеть. А четвертый у нас пополнил снарядами? Не пополнил, да? А мы тогда сейчас сделаем вот как. Ход конем. Это мы удаляем. Бегом, 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 бегом. Сейчас отстрелят. И добавляем заново. У нас как раз-таки, получается, у четырех будет оружие. Да. Четыре выживших. Фотографий, как вы видите, много. Ребята друг на друга не похожи. Прямо, можно сказать, уникально. Вот здесь симпапуля какая, да? Здоровье у всех все есть. Правда, тут у нас еще и небольшие какие-то ссадины. Надо будет заняться лечением. Ну, давайте, выходите поближе к нам. Вот сюда. Ой, какая большая толпа идет. Да, была, точнее, толпа большая. Была, действительно. Посмотрим, как у нас будут патроны выходить. Это для нас сейчас один из самых важных ресурсов. Патроны и еда. Вот на самом деле. Это контролировать, все остальное уже будет вторичное. Главное, человек также будет еще посмотреть, куда вот эти товарищи у нас зайдут. Они зашли туда же. Ты смотри. А, нет, они не зашли туда же. А мы, знаете, как мы можем поступить? Мы можем попробовать сейчас наших первых ребят поближе как-нибудь сюда подтянуть. Но нет, они, видите, не дотягиваются. Для них это пока слишком, прямо слишком далеко. А сейчас? Не. Если мы их отправим сейчас в какой-то из этих домов, они сначала будут лутаться, а только потом уже будут отстреливаться. Вот чем проблема. То есть пока они будут лутаться, если эти гаврики успеют зайти, у нас сейчас уже перестрелка не где-то около здания, а внутри дома. Понимаете, да? А нам, как бы, это очень и очень плохо. То есть нам такое не нужно. Эти спрятались по домам, я вижу где. Отправляем на исследование тебя. И отправляем на исследование тебя вот сюда, в этот магазин. Давайте выходим. Все дружненько. Один, второй, третий пошел. Сейчас посмотрим, что мы тут найдем. Дерево добываем. Мусор пошли добывать. Ну ладно, ничего страшного. Потом дерево тоже добудем. А что у нас там подрядом суммарно? Пять строителей, а, 17 человек у нас на добыче. Хорошо. Неужели пусто? А, ну патроны есть. Ну хоть сколько-то, тоже хорошо. Мы рады абсолютно любому количеству. И? Пусто. А у тебя? Ну, давай. Тоже пусто. Так, как раз таким образом мы и дойдем до магазина, где нарисовано зерно. Ну здесь достаточно долго у нас происходит процесс лутания. А, ты полный уже. Ты и еды нам намутил, и патроны есть. Ты красавчик. Слушай, это первый отряд у нас. Или, точнее, второй отряд. Прямо. Прямо красавцы. Проверяем все дни здания. У вас как дела? Удиви. Пожалуйста, удиви. Но только не пустотой. Удиви хорошими вещами. Серьезно? Ничего не нашли? Офигеть. Ну там, пошли-то в торговый центр вот сюда. Вариантов немного. Вы вернулись. И туда отправляемся сразу, вот сюда. Ой, даже наоборот, вот сюда, здесь торговый центр. Ну не торговый центр, точнее, магазин какой-то, да? Здесь написано шоп у нас. Что там по добыче? Отправляются, таскают. Бегают по городу. Кто-то добывает, кто-то переносит. Но главное, все трудятся. Бездельников у нас сейчас нет. Что нашел? Ничего не нашел. О, медикаменты. Аптека какая-то есть. Может, что-то есть там полезное для нас. Эти еще не дошли, а все остальные... Остальные пока тоже пустые. Но я, наверное, не успею проверить два магазина. Этот пока проверяет с этой стороны. Вы возвращаетесь обратно. А вы... Тоже ничего не нашли. Ну, идите, да, в сторону дома. Блин, пусто. Ты посмотри, а? Интересно, успеем? Чуть-то перед сном проверить последнее здание. Так, еду получили. Сваливаем. Бегом, 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 бегом. Главное, чтобы сейчас зомбаки у нас не вышли. Черт, они прямо к нам, походу, идут. И, походу, мы сейчас их вообще перетащим к дому, к своему. Хотя, нет. Ты смотри. Хе-хе, повезло. Прямо повезло. Все, стоим в обороне. Точнее, сидим. Мы в обороне. Сидим и ждем. Перестреляли. Да, тут надо, конечно, выходить в производство. У нас, к сожалению, пока еще закрыта возможность изготавливать патроны. Надо либо найти вот эти знания, либо найти магазин, либо, может, какие-то верстаки, где мы как раз-таки можем все с вами производить. Ну, либо, возможно, просто пойдем по заданию. Ну, мы это сделаем следующим уже утром. Пока у нас есть еда. Таких быстрее перестеляли всех у нас. Я сейчас возьму один отряд. Наверное, второй отряд. Вот этот. И отправим вас вот сюда. А, нет, стоп. У нас на подходе большая группа. Ну, что самое интересное, эти группы, они будут сначала подходить, пытаться разрушить какие-то ближайшие постройки именно к ним, а только потом уже будут выбираться дальше. Погнали. Мы на подходе. Честно, пойдет зомбак за нами или нет? Не, не пошел. Ой, ой, ё-моё. А там была другая, смотри, орда прямо целая. 17 зомбаков. Значит, конечно, посмотрим. Уходим, 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 уходим. Это была дурацкая идея. Домой просто тащим сейчас, по сути. Ну, с другой стороны, зачистим территорию. Не будем прятаться в соседних зданиях. Отлично, эти мы перестреляли всех. Уходим. Обратно вот сюда. Их сейчас там по-любому не будет. Но, если что, эту мелкую группу с левой стороны мы и так пристрелим. Это не проблема. Патроны есть, все заряжены. До конца надо долутаться. И ничегошеньки нет. Ну, давай посмотрим, что есть здесь. Получили заражение. Им нужна еда. Нужна еда. Шеф, мы нашли несколько выживших. Последние несколько лет они жили в ужасных условиях. Мы должны их, наверное, взять к себе. Но сможем ли их мы прокормить? Да, это самый главный вопрос. Это прямо самый главный. Ну, давайте возьмем. Там будем уже просто отсылать их больше. На добычу еды. Будем пытаться как-то всех накормить. Но тут вариантов-то не так уж и много. Ну, и с другой стороны, и работать будут быстрее. Соответственно, отправлять на какие-то точки лутания и сбора. Даже если что, мы можем в любой момент поставить еще несколько отрядов абсолютно безоружных. Чтобы они ходили и чисто лутались. То есть, там, три отряда создать. Чисто для того, чтобы проверять здания, которые уже находятся под контролем и под защитой наших войск. Да, наших вот этих ребят. То есть, там, где мы знаем точно, что у нас не будет происходить никаких замесов. Ну, вот как, например, вот у нас вот здесь. То есть, да, тут случайно можно зайти и огребсти. Ладно, я думаю, это можно будет уже тогда сделать в следующей серии. Вы напишите, как вам вообще игра. Зашла, не зашла. Такой некий первый взгляд, ознакомительное видео я сделал. Вот в игру я вам также показал. Как по мне, однозначно имеет смысл в нее погонять. Ну, а так, конечно, как всегда, все на этом канале зависит от вас. Лайки, комментарии. Это прямая визуализация и заинтересованность вас в видосах. Все, я вас очень люблю. В любом случае, обнял, поднял. Либо увидимся в этой игре, либо в других. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok